И мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Она показывает в ногах. У нее веревка толстая. Она не связала ноги, а между двух ног. И вот она и как играет туда-сюда и дергает. Откуда эта веревка, Наталья? Знает. Ну, если в ногах, я могу предположить, что это от низких миров. И я даю команду, разрезая эту веревку. 1, 2, 3. И она уходит в клетку-тюрьму. Сила моего намерения добыть так атаки есть. Веревка в клетке. И от веревки устраивай канал. К ответственному 1, 2, 3. Притягивай в клетку-тюрьму. Демон. Демон. Считай цифры над головой демона. 14. 14 герцовый. А что ты здесь делаешь, демон? Объясни мне. Ты хотел со мной встретиться? Мы этого человека чистили. Он объявил о своих намерениях. Вот мы и встретились, демон. Объявил о намерениях, но не соблюдает их. Объясни. Делает то, что не хочет делать. Не знаю, что придут такие, как я. Объясни. Может плохо, а защиту не ставят. Наталья, вы можете возразить демона сейчас? 14 герцовому? Она говорит, я же думала, помогаю людям. А демон, как ты считаешь? Помогает ли она людям? Помогать надо не в ущерб себе. Научись говорить. Нет. Какая милая дискуссия. У нас какой-то сегодня целый день, когда мне просто нечего сказать тем, кто входит в низковибрационные. Потому что, в принципе, он прав. Хорошо. Я даю команду на четыре скэнера. Начинает сканировать пространство над головой Натальи, под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Чижеродные энергии воздействия. От этого все выстраиваются. Каналы, ведущие в клетку тюрьмы. Ответственные за эти подключки. Притягиваются в клетку тюрьмы и становятся ее заложниками. Один, два, три. Скэнер сканирует систем тонких тел. Наталья находит все. Демон, а когда ты зашел? Как долго ты сидишь в Абиополе? Около недели. Недели, да. Скажи мне, Демон, сейчас в той стране, где она живет, проходит война. Для вас, я понимаю, это, в принципе, рай, да? Он говорит, что посмотри на нее. Вокруг нее много страха. Но страх во время войны, в принципе, это нормальная реакция организма. Или как ты считаешь? Объясни. Говорит, кроме страха, Сменируются другие энергии внутри людей. Иногда тот, кто внутри, не испытывает таких четких энергий. Объединение, правды, борьбы, как те, кто снаружи. Иногда им хуже, чем те, кто внутри. Он показывает, как внутри огня. Никогда не думал, что я такое от демона услышу. Но на настоящий момент он таки действительно прав. Скажи, Демон, как лучше ей поступать, чтобы не получилось этой подключки? Верить в свою правду. Верить в свою правду. Все, мне нечего тебе сказать. Хорошо, Демон. Так, давай, знаешь, тогда что сделаем? Ты что-то оставил в ее биополе? Ты связал ее чем-то в ногах? А, этот канат твой был, да? Мой канат. Хорошо, тогда я делаю следующее. Я включаю сейчас Наталью, внутренний белый свет. На счет три. Один, два, три. И на счет три. Начиная выдавливать из нее все чужеродные энергии. Один, два, три. Выходят также все ее личные энергии чувств. Все патогенные энергии. Энергии страха, недоверия, отторжения. Все энергии выходят. Весь страх из нее, из каждой клеточки, и формируется в шар перед ней. Все чужеродные энергии идут в шар. Наматывается энергия, большой шар, но там страх больше не за себя, а за детей. Постоянно идут дети, дети. Трак за кого-то, за близких. Хорошо, Вера, отключая тебе чувства. Значит, три, один, два, три. Отключая тебе чувства. Считываешь только информацию. Хорошо, демон, этот шар, который вышел. Хочешь попросить? Да, заберу. Отправляю демону. Один, два, три. Хорошо. Хорошо. На этом мы закончили. Буду демона отпускать. Наталья сделает свои выводы и больше не допустит. Опускание своих вибраций, страх и доверие. Два противоположных слова. Верьте. Вам сказали, во что верить, в свою правду. Поэтому, Наталья, сделайте выводы. Хорошо. Говорит, что сперва страх, потом ненависть, а потом приходит пустота. А на каком этапе вы подходите? На страхе, на ненависти? На этапе страха. На этапе страха. Понятно. Ненависти тоже. Ну-ка, подожди. Ненависть не оправдывает. Объясни мне сейчас. Один у меня к тебе еще вопрос будет перед тем, как я тебя отпущу. Сейчас страна, в которой она живет, там проходят боевые действия. Там гибнут люди. Безусловно, каждый человек имеет страх как за себя, так и за своих детей. Как поступить нормальному человеку для того, чтобы в него не вошел демон? Как ему остаться человеком? Объясни мне. В такой ситуации. Ты сам ответил на свой вопрос. Остаться человеком. Остаться человеком. Что ты сегодня какой-то день? Я весь день учусь сегодня. Ладно, хорошо, демон. Благодарю тебя. Открываем внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Один, два, три. Демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Вера, нам такое ангелы говорят, нам такое учителя говорят. Оставаться человеком. И тут приходит демон и говорит то же самое. Я просто сегодня в легком таком недоразумении, потому что мне нечего им сказать. Они правы. Давай считай информацию, сколько энергии и какая чистая вибрация нужна на талии. Один, два, три. 320, 27. И 27. И на счет три в макушку головы на талии начинает поступать. Семь. Высокоэббрационных потоков по 320% каждый. Один, два, три. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые цвета начинают поступать. Пустоты заполняются, чакры открываются. Частота и вибрации поднимаются до числа значения 27 Гц. Пошел подъем. Вот идет информация, что страх сколывает, и она не может получить энергии. Она забивается вот этим шаром и страхом. Наверное, куратор говорит, да? Хочет ли куратор дать какой-то совет ей в этот момент? Было сказано, верить в свою правоту, держать энергии, чистоты. Отлично. Все. На этом мы остановим верить в свою правоту и держать свои энергии. Хорошо, Верочка. Заполнилась она? Да, она готова. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Наталии в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в своей комнате диагностики. Пошел по делу. Я на месте. Редактор субтитров А.Семкин